Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы читали евангельский отрывок о чуде, которое Господь совершил, исцелив слугу сотника в Капернауме. Значит, сотник подошел ко Христу и говорит ему, Господи, мой слуга очень тяжело страдает, болеет, он парализован, можешь ли ты чем-то помочь? И Христос тотчас отзывается и говорит, я приду и исцелю его. А сотник ему говорит, я человек грешный и недостойный, и я недостойен, чтобы ты вошел под кровь мой, в дом мой. Только скажи слово и исцелеет слуга мой, потому что и я сам человек под властью, но все-таки я начальник над сотней воинов, и если говорю какому-то воину, иди туда, то он идет. И слуге моему, если говорю, сделай то, то он делает. И Христос, обернувшись, обращаясь к людям, которые шли за ним, говорит, истина, и в Израиле я не нашел такой веры. И говорит Господь, многие придут и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом в Царствие Небесном, а сынове царствия будут изгнаны во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. И говоря уже сотнику, говорит, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И слуга его тотчас выздоровел и исцелился. Вот, казалось бы, такой простой отрывок, однако же требуется нам кое-что понять. Во-первых, кто такой сотник? Это командир над сотней воинов, и это римлянин, и это язычник. Это отнюдь не еврей, это человек, который, так сказать, далек от веры ветхозаветной. Он язычник, он римлянин. Однако же, вот, видимо, узнал о том, что Христос совершает чудеса, и подошел ко Христу с просьбой о помощи. И почему он так говорит, что, дескать, я недостоин? Потому что Господь тотчас отозвался. Он, как мы знаем, не гнушался входить в дома грешных людей, и моторей, и, может быть, даже и язычников тоже, и говорит, приду и исцелю. И тут интересная реакция сотников. Он говорит, я, Господи, недостоин, чтобы ты зашел под кровь мой. Это потому, что по ветхозаветным законам действительно еврею нельзя было заходить в дом язычника. Потому что это оскверняло его. Потому что это делало ритуально его нечистым. И вот этот римский военачальник как бы смиряется перед этим ветхозаветным законом. Он как бы осознает, что да, он действительно нечистый. Что да, он язычник. Что да, он далек от спасения и далек от истинной веры. И это, собственно говоря, не так легко и не так просто. Потому что в историческом контексте, если посмотреть на то, кем были в то время римляне и кем были в то время евреи, то, знаете, нечистыми легче было бы назвать как раз евреи. Потому что римляне в то время уже знали, что такое водопровод, знали, что такое канализация, знали, что такое вообще цивилизованная жизнь в городах. А евреи в то время этого всего и не знали. И смотреть, так сказать, внешне на этих римских гладко выбритых людей, да, и посмотреть на этих бородатых, нечистых, значит, немытых евреев, то, извините, кто же из них нечистый. И вот этот-то как раз человек, римлянин, как раз смиряет себя и осознает себя именно нечистым перед вот этим проповедником, перед этим пророком, перед Христом. И вот поэтому-то Господь и похвалил его. И он, значит, веру свою проявил до какой степени? Что он на стопроцентно уверовал, что Христу повинуются все служебные духи, все ангельские силы, в том числе все бесы, только по слову Христа могут отойти от человека и могут оставить его в покое. То есть он фактически этим своим исповеданием своей греховности, да, своей нечистоты и своего недостоинства признает Христа царем над всем миром, видимым и невидимым. Как вот отождествляет это царство духовное с царством простым? Потому что действительно, когда начальник приказывает, куда деваться, выполняет подчиненное. И вот таким же начальником, царем духовным, сотник провозглашает Христа. И Христос удивляется этой вере. Сколько раз в Евангелии было так, что Христос, наоборот, укоряет людей за маловерие. Что Христос, наоборот, расстраивается о том, что даже самые близкие его ученики, апостолы, не понимают его. Когда он говорит о чем-то возвышенном, они всегда говорят о мирском, о земном. И он сколько раз скорбел духом по этому поводу. А здесь он удивляется. Он удивляется не плохому, а удивляется хорошему. Он удивляется чистоте и силе веры вот этого язычника, вот этого сотника. И потом он говорит, как бы пророчествуя, говорит о том, что действительно придут и возлягут в Царстве Божьем с Авраамом, Яковом и Исааком те люди, которые изначально не были предназначены для спасения, то есть язычники. И вот этот пир, на котором возлежали, потому что, напомню, раньше во время пира, во время трапезы не сидели за столом, а возлежали за столом. И вот этот как раз пир с Авраамом, Яковом и Исааком – это символ Царства Божьего, Царства Небесного. А если уж совсем по-простому трактовать это, то это символ Церкви, понимаете? И вот Христос об этом и сказал, что Церковь составит не только те люди, которые изначально были к этому предназначены, то есть иудеи, а язычники. И вот апостол Павел как раз веру Христову проповедовал язычникам, был апостолом языков и привел множество народов, как раз далеких от истинного Бога, привел к истинному Богу, привел к христианству. Вот о чем сегодняшний отрывок евангельский. И вот когда мы, ведь мы же неоднократно вспоминаем эти слова сотника, когда готовимся к причастию. Помните, в молитве к причастию там есть такие слова, есть такой смысл, что я недостоин, да под кровь мой в нидише. Понимаете? Вот это вот как раз отсюда взято. Что мы также вот понимаем свое недостоинство, чтобы Господь входил под кровь в дом наш. Это имеется в виду что? Чтобы причастие тела и крови Христовой входило в наши уста, в наше тело, в нашу душу. Мы понимаем, что мы недостойны. Однако же, как потом в этих молитвах мы читаем, но по слову Твоему Господи, осознавая свое недостоинство, мы все-таки приступаем к этой великой святыне. И вот во многих других житейских наших случаях, когда мы чего-то у Бога достаточно дерзновенно просим, надо тоже вспоминать этот отрывок евангельский и понимать, что не всегда Господь должен вот тут же, сейчас же откликаться на нашу молитву. Хотя, может быть, Он откликается, да? Но все-таки мы должны понимать, что мы недостойны, чтобы Господь вот тут же перед нами обязательно открылся каким-то образом, да? Вот. И надо понимать, что Господь будет действовать в нашей жизни так, как Он хочет действовать. Не по нашей воле, а по своей. И вот когда мы начнем воле божественную доверять больше, чем в своей собственной воле, вот тогда намного все мудрее будет в нашей жизни. А мы иногда требуем, чтобы Господь именно вот так сделал, как нам хочется, чтобы вот именно вот так управил обстоятельства нашей жизни, как мы у Него просим. Однако же все-таки надо понимать свое недостоинство, что мы недостойны, чтобы вот тут же Господь вошел в дом наш. И вот когда мы свое недостоинство будем понимать, когда мы перед Богом будем смиряться, вот тогда действительно откроется перспектива для действия благодати Божией. Богу нашему слава во веки веков!